То есть это все уже происходит больше 10 лет, чему я примерно рад. И, собственно, на этой встрече нашей сегодняшней мы хотели бы, наверное, вам описать какие-то практические вещи связанные с работой нашей мастерской. Ну, если вы в курсе или нет, то в целом Школа Родченко это учебное заведение, которое занимается современным искусством или просто изобразительным искусством, базируясь на медийных инструментах, начиная с фотографией и заканчивая софтом или какими-то активными инсталляциями. У нас с Димой Мастерская, которая называется «Кино и видеоарта», в основном речь идет, конечно, про экспериментальное кино и вот такое видео, которое скорее, наверное, располагается в музеях и на выставочных площадках. Хотя, может быть, и на фестивалях, и бывают разные случаи. Чем Школа Родченко, которая, собственно, занимается этим современным искусством и образованием, пытается это делать системно, и, наверное, отвечать от других. Например, там, проблемы современного искусства или школы, базы, или, например, свободные мастерские. Это значит, что здесь, как бы, получать знания на регулярной основе, то есть это фулл-тайм, как бы, по меньшей мере, два года, да. Особенно первый год очень важно, так сказать, попытаться объять все дисциплины, которые здесь преподаются, так сказать. Потому что, ну, возвращаясь вот к этим отличиям, Школа Родченко – это, к примеру, удачного сочетания, что здесь как бы вы можете научиться очень многим практическим навыкам. Здесь есть оборудование и люди, специалисты, которые вас этому научат, да. У нас такая есть счастливая возможность, потому что мы можем всем этим пользоваться, в отличие от других школ, которые просто этой возможности, к сожалению, не обладают. Вот. А если говорить об образовании, как в области искусства, как о такой более общей теме и связываться с этими практическими инструментальными навыками, то я, честно сказать, у меня довольно серьезный какой-то преподавательский опыт, но я прихожу к выводу, что нет, наверное, какой-то методологии или какой-то системы как бы преподавания, которая гарантированно бы превращала как бы человека в художника или в харот художника, что, наверное, одно и то же. И как бы есть вот такое прагматичное понимание, что художниками станут не все. и это, наверное, как правильно. Но тогда это образование, которое вы здесь получаете, оно позволяет вам быть продвинутым и более апгрейд в других смежных областях как бы творческой или какой-то креативной, как на сегодняшний день говорят, индустрией. Вы можете пойти заниматься сетевым контентом, можете пойти работать на телевидении, можете пойти работать монтажером. Короче говоря, вы имеете какие-то скиллы, которые позволяют вам заниматься какой-то интересной работой. Вот это, наверное, то, что как бы важно. Такое важное отличие и нашей школы, и нашей мастерской. Но вот еще специфика как бы нашей мастерской тоже постепенно как бы изначально так складывалась. И, в общем-то, эта традиция, наверное, такая, мне кажется, правильная и важная, что вот в нашей мастерской все-таки мы настроены на производство. Буквально как бы с первого триместра участники мастерской участвуют в каких-то коллективных проектах. И вот эта коллективность, вот эта общность людей, она позволяет вообще очень многое понять про то, как функционирует сегодня культура, искусство, что вы уже не можете быть таким автономным одиночкой. Ну, то есть вы можете, но это очень сложно. И вообще любой серьезный продукт, проект, он как бы плод усилий огромного количества людей. Поэтому вот эти коммуникативные навыки, умение работать в команде, как бы, так сказать, умение находиться на разной позиции, то есть где-то у кого-то в проекте ты работаешь как оператор или звукооператор, а где-то ты режиссируешь. Вот. И вот это вот как бы движение, которое позволяет вам во всяком случае на таком каком-то первичном базовом уровне овладеть всеми, скажем так, цехами производства необходимого как бы для видео, для кино авторского, вот вы здесь как бы можете научиться. Что касается, собственно, мастерской и специфики медиумов, ну, наверное, у меня нету такого вот как бы строгого установки на то, что вот в моей мастерской как бы, в нашей мастерской и специфики, мы занимаемся, например, только видео. То есть видео является как бы базовым курсом. И вот задания все базовые первых там полутора лет, вот, они связаны так или иначе с производством видео. Поэтому это будет, наверное, основное, чем вы будете заниматься. Но я опять-таки повторюсь, как бы не делаю установки, как бы, и наоборот, очень приветствую, как бы, как-то люди работают в других медиумах. И у нас есть во втором курсе даже задание тренистровое сделать выставку. И вот сегодня, например, такая выставка происходит. Студентки второго курса, в нашей мастерской, Софьи Асташовой. Вы потом можете после нашей встречи зайти на второй этаж и посмотреть, пообщаться с Софьей, если она там еще будет. Вот. И понять, что, в общем-то, видео как раз на этой выставке, понять, что видео – это не единственная как бы сфера наших интересов. Вот. Но, тем не менее, это как бы базовая дисциплина, которую мы изучаем, с которой, еще раз повторюсь, связаны заданиями. Вот. Ну, наверное, для какого-то первого сообщения можно сказать, что я все это все важное сказал. Действительно, есть уже какие-то традиции. Очень много молодых художников вышло из нашей мастерской, которые сейчас, в общем-то, некоторые из них представляют повестку дня и участвуют в разных проектах, именируются на различные премии, участвуют в больших фестивалях, выставках и прочее. Вот. Я могу перестать слово своему коллеге Тиме, который, может быть, что-то рассказать более подробно. Ну, я, наверное, так как бы буду в конкретику уходить после твоих вступительных общих слов. Можно, наверное, посмотреть проекты, которые мы делали со студентами в этом году с первым курсом. Это как бы на основе заданий, которые повторяются, в общем, которые звучат похожим образом каждый год. Но вот в этот раз мы как бы вышли на какой-то совместный проект в первом триместре и во втором триместре в один такой вот как бы длинный, сложный, сложно организованный проект. И, значит, это связано с производством. То есть мы набрали группу студентов в этом году, которые оказались довольно продвинуты уже в области создания видеоконтента. Не все, но как бы многие имели опыт или какие-то навыки или то и другое. В общем, мы решили сразу заняться как бы такими вот серьезными вещами. То есть мы решили отбросить вообще идею как бы упражнения. Такое происходит иногда. То есть задания могут принимать, могут интерпретироваться студентами в форме упражнений, а могут приводить их к созданию самостоятельных художественных работ. То есть здесь мы сразу как бы задали планку, что мы хотим сделать большой коллективный проект с первым курсом. И, значит, построили его таким образом, что в первом триместре мы делали серию интервью, как бы таких вот перекрестных интервью студента со студентом. и выбирали потом этому студенту пару из мастеров школы Родченко. То есть получился как бы такой альманах, в котором девять студентов нашей группы берут интервью друг у друга и каждый из этих студентов берет интервью у мастера школы, которых тоже оказалось девять человек, ну вот включая директоров. И вот я сейчас предлагаю посмотреть один из эпизодов вот этого фильма, ну как бы чтобы немножко оценить то, что происходит сразу же на первом курсе. Готовы ли вы вступить в тракт? Как вы вступили в тракт, а подставив свое творческое беждение? Да, да. Ну, правда, я никуда не дралась. Как вы вступили в тракт, а подставив свое творческое беждение? Ну, вообще, нужно сказать, наверное, что я в этом году работала в премии Кандинского, на «Управление никогда не дралась». и я очень много всего видела его, и видела, собственно, все работы, которые присылали в этом году, все работы всех художников, которые были присыланы. И я очень много всего видела, и что подталкивает все работы, которые присылали? Наверное, подталкивает то, что очень многие авторы специально сделают все непонятное. Ну, то есть у некоторых авторов есть такая идея, что если сделать все максимально непонятное, связать по себе самому, то это будет что-то хорошее, непонятное. И таких работ, на самом деле, было очень много. Ну, мне, в принципе, не нравится постановление слова «современное искусство», потому что искусство не едино об актуальном. Ну, в общем, все равно все, что ты сейчас будешь делать, требует современным искусством, потому что сейчас все происходит. Потому что есть внутреннее ощущение, что это правильно и что так надо. Сидят где-то внутри, и вот пока ты их не реализуешь, они никак не уходят, и вот этого вообще не делают. Идей, которые сидят где-то внутри, и вот пока ты их не реализуешь, они никак не уходят. Что такое современное искусство? Что такое современное искусство? В общем, плохо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам большое! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 сейчас я могу сказать, что он специально внутренне показывает с одной стороны, чтобы объяснить принципы работы да, нет, я могу сказать, что практически он специально практически, значит, отсутствует содержание и мы сразу как бы пытаемся содержание ввести ввести проект в области в школе достаточно создавателей разных ввести проект помимо нашей общей школы есть уже не даром мы решили отрефлексировать в прошлом или даже запрошенный год вроде бы немного но я думаю, что это такой серьезно этап в смысле предложили ребятам подумать где они находятся и с этими мыслями в голове самовыразиться владеть практическими навыками и наверное это основное что мы стараемся не рассуждать на самом деле вещи связанные приобретения практического опыта они начинают мыслить в рамках проект момент какие-то завиральные фантазии понимать в рамках есть все рычаги для того чтобы задать ему форматы жанры еще чего мы можем посмотреть про одного из родственников достаточно яркого привившего себя обучение в школе потом никак не связавшись с искусством обучение потом никак не связавшись с искусством в os в в театр 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 софтируют и началось мое освоение разных лайфхаков я был молодой везде я начал обману Я научился в рай, я научился в рай, смогу проявить строение профессионально это делать. То есть в 12-40 лет, я туристов, все эти творкости, искусство. Я отличил обману. Обману – в этом родовере. Я обратил много ключей, мне надо отдать ключи. У меня мама, там все эти работают, идём с моими ключи. Я же маму, как же кей-то не знаю, ты ж поменешь, хотели отдавать ключи. А чем новое тедёр? Я сразу выходил на что-то, скажу, что можно бегать в лоб, И так, про ограниченные методы взаимодействия с окружающим миром. Вот, например, купили мы в позапрошлом году билеты во Францию, кататься на лыжах. И поездка отменилась у нас на полетели. 4-5 билетов было. Один из жалко, которые были заплачены на лыжах. Типа не возвратся на лыжах. Почитал про компанию Air France. И выясняется, что есть такое понятие, как вынужденный возврат. Все их суммы, в случае чего? Смерть пассажира. Что я сделал? И выясняется, что есть. Я подготовился с смертью на себя и на свою семью. На всех. Отправил авиакомпанию письмом. Написал в силу. У него в один день. Говорит, где сидели? Я не писал, я мою карту. Мою. Человеку. Я подправил квартиру. А все друг. Мы с ними пришли на главу семья. Спорт лежат за... ...скажем право. И что мы вообще занимаемся с детьми? В целом, мы обеспечиваемся в сфере лимона. Это культурно-медийство и физиологического вопроса. Прешал. Мне больше казалось, что мы нарушили просто поставить и подал в сфер-спорт получил компенсацию. В квартире делал лимон. Три фирмы строительства и физического компенсации в течение года. На все три фирмы находились в среднем сроков за нарушение количества процентов. Получила компенсацию. Сумма получения компенсации за лимон в два раза в привычном условии потрачена. На все три фирмы назвали, если ты как правильный подобие этим занимательствах, ты их прически активируешьльно, если у нагрузки estatus los cost2-3 раза упocaл. Так все acreditt處. Если вы как правильный подобие этим занимательствам, то roughly меня protege elitios, ты их прически активируешь sul cost2-2 раза вyer. Кучу детей зовут всех крестьянами. Крестьян старший, крестьян младший, крестьян третий. Мне нравятся крестьяне. Во-первых. Во 2, это удобно. Сказал? Один крестьян прекратил Бабу, все прекратили. Христиан мне бажой в шuppсть, все бажой в шпань. Ты сокращаешь себе лишние действия в шехл developer и творишь свою жизнь в Рощу, Прекратила Бабу. Сокращаешь себе лишние действияyond у меня мам в 134 роще . Мама, бабушка, дедушка. Дядя. То есть отец бы мало debts принимал участие в моем воспитании на моей жизни. Вот я сейчас общаюсь с своими детьми, вижу, как я аmanimanou ask oldest взамен. Например, вот лывка Oui mrs中國 dismantled industry fromtrend Да, ну да, много же родителей, которые я, собственно, общаюсь с этими детьми Это просто они сходятся program operation И, чем у меня много frustrated Многих эмоций возможностей И такое, как бы опять понимал, вот так можно Не общаются с этими другими детьми К сожалению, я, собственно, общаюсь с этими детьми Просто они с Reidoy HR Да, я был за лунцентром Или, сан off трещина, сидел, когда все документы зар Catalina Ты заявляешь на, знаешь, фотографии на детей в Аbalи Она нужна без овалов И говорит, ладно, сейчас я еще другие поищу. Столковаться. Нашел фотографию второго, где он ладит, годы полтора-два, и выдал ее из-за фотографии третьего. Представляете, что вот, смотрите, нашел еще, он ладит, годы полтора-два. У нас у них категорика, и на них неожиданность, что столов�ся кейс-фотовикой, разводочник, что ей усилен в Москве, а завершил свою функцию. Старжим нового экспоната. Меня зовут Ян Пищиков. Я российский современный художник. В настоящее время против меня возбуждено уголовное дело. Мне предъявлено обвинение по статье 167-я, часть 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающая до 5 лет лишения свободы. А все началось с того, что несколько лет назад я поступил учиться в московскую школу фотографий и мультимедиа имени Родченко при московском доме фотографии. Родитель автомобиля объяснил, что переплотал газ и тормоз, однако авария вполне могла быть запланированным перфомансом. Наружная камера наблюдения зафиксировала подготовительные работы. Я думаю, что это было круто. Это было, знаешь, какая энергетика была такая. Там все вокруг этой энергетики взрывалось. Ну, в школе было все противоречиво. То есть сначала всем это все понравилось, все оценили, все были круто, прям, молодец, здорово. А потом пошла реакция улики слипы, и тут все вдруг замолчали, все вдруг стали думать, да, стоит поддерживать человека или не стоит, и как-то перестали высказывать свое мнение. Просто стало неинтересно находиться в этой среде. Больше я не занимался именно искусством в целом моменте. Ну, получается, как раз ведь пытаешься кому-то что-то доказать? Ну, себе что-то пытались доказать, да, постоянно. Я же тебе говорил, что это весь смысл какой-то борьбы без прерыва. Ну, а ты представь, что этого не надо было делать. Почему? Ничего доказать. Ну, скучно жить тогда, сиди на месте дома и никуда не ходи. Ну, а ты не думаешь об этом, у кого это, проснуться с утра, тебе ничего не нужно делать, ты можешь бродить, думать? Да скучно, скучно это, пробовал. То есть, главная проблема твоей жизни это сколько? Да нет у меня проблем в жизни. Главная проблема в жизни другая. Какая? Что жизнь, она не такая длинная, как хотелось бы, и вроде как уже все сделал, делать уже ничего не надо, а тем не менее, все равно жить, скажем так, хочется. А есть проблемы со здоровьем, которые, скажем так, не дадут эту возможность реализовать в полной мере. То есть, худшие из этих врачей, про которых ты говоришь, то есть, говорили, что там, ну, до 2018-го там ты уже не доживешь, были такие разговоры, знаешь. Ну, я как бы думаю, года два-три еще точно все нормально будет. Да, ну вот, вот такие работы, в частности, делаются в втором триместре, в первом курсе. Мне кажется, это очень клево, вообще-то. Да, это во многих отношениях выдающийся результат. В первую очередь, то, что это все получилось вот таким коллективным проектом, что это довели до конца два раза подряд. И то, что это получилось действительно ценно, относительно гомогенно, как общий вот такой продукт. Содержательно. Содержательно. И, ну, в общем, это полноценно. Каждый из этих фильмов можно действительно смотреть с интересом. Там есть смысл или смыслы, которые мы обсуждали с создателями этих фильмов довольно подробно. То есть это не какое-то просто наблюдение, как бы, нет, мы обсуждали этих характеров, как бы, мы добивались какого-то точного, вот, скажем так, точных формулировок от авторов, как бы, что им нужно, да, мы же не можем снимать все подряд, как бы, да. Потому что это значительно сложнее, чем просто интервью. Это некая, как бы, вот, жизнь, комментарий, как бы, авторский комментарий о жизни, вот, какого-то человека, о его творческом пути, и все эти люди художники, все эти вопросы мы обсуждали. Да, и вот здесь студенты проявили себя, вот, как полноценные авторы. Да, вот это как раз-таки немножко затрагивалось, но я бы хотел тоже еще раз вот это, как бы, отдельно подчеркнуть, что, как бы, есть система триместра, как бы, как на триместре есть задания. Вот, как бы, с одной стороны, для нас задание, как бы, является, вот сейчас, например, поводом для, как бы, продолжения коллективных проектов, как бы, с одной стороны. С другой стороны, как бы, понятно, что это, как бы, настоящий курс может быть по-другому и так далее, но вот эти задания, которые позируются, в общем-то, на освоении, как бы, технологий, как бы, связанных с движущейся картинкой, там, видео, или врачей, они, по сути, не являются, действительно, как Дима сказал, как бы, заданием, чтобы человек сделал упражнения. Да, и самый, как бы, правильный ответ, как бы, на задание, это создание, как бы, да, задание, это просто стимул для создания какой-то работы, как бы, в этом медиуме, да, что заданием является медиум, что такое интервью, там, или документальный фильм, это медиум определенный. Вот, и можно, так сказать, как бы, так сказать, отделаться формально, вот вы хотите, там, документацию, вот я сделал, там, интервью, как бы, да, а можно с заданием обратиться так, что превратить это, как бы, в свое произведение, и таким образом, как бы, к выходу из школы, да, у вас собирается, как бы, неплохое портфолио, которое позволяет вам, так сказать, заниматься своей карьерой, там, участвовать в разных художественных практиках, выставках, фестивалях и прочее. Вот, поскольку я так понимаю, что здесь собрались, в основном, люди, как бы, которые, ну, хотели бы, наверное, поступать, у вас, может быть, у вас есть более какие-то практические вопросы, или вот, о чем бы рассказать поподробнее, вы бы хотели бы рассказать. Да, конечно. Вы сейчас, как вы сказали, на основе, на просто документальной работе в Машинге, я, а что насчет их более экспериментального, может быть, что это? Нет, мы показали работу одного курса за полгода, вот, и объяснили, что это было за проект. Вот, поэтому, нет, конечно, все делают очень разные, вот, и потом, если вы соберетесь, то начали мы с фильма «Дима», который, ну, не совсем документальный, как бы, а такой, как раз, вот, как вы говорите, экспериментальный, формалистский, или какой-либо еще. Вот, нет, ну, есть на Вимео ресурс, как бы, уроченка отскул, и там можно посмотреть очень много работ за все эти 10 лет разных студентов, выпускников, там, дипломные работы, да, потому что очень многие выпускники наши с дипломными работами своими получили, там, всякие премии Кандинского, вот, Дима, например, там, Полина Камест, там, Альберт Солдатов, Саша Пирогул получил виноваться. В общем, как бы, вот это, наверное, самое такое правильное, на мой взгляд, на наш взгляд, обмен, как бы, энергиями между, как бы, студентами, мастерами, да, или, как, коллегами, в общем-то, на самом деле мы являемся такими художниками, просто с каким-то большим опытом, которым мы можем системно делиться. Вот, но главное, конечно, как бы, вот, человека, как бы, стимулировать к созданию своего, чтобы он, как бы, ощутил это свое, потому что в школе у вас есть невероятные, как бы, преференции. Их несколько. И они заключаются в том, я сейчас выхожу за работу, нет, это наши вопросы, просто, ну, как бы, у нас же встреча живая, сейчас смотрите, работаю на 10 лет, то есть, там, 100 человек, это, как-то, ну, странно просто. Да, вопрос задайте, а вот лично ваша работа, они не имеют? Там же вы решили, просто я подаловь искать? Да, вот Зимина есть, да. Да. У меня на отдельном аккаунте Вимя можно найти работу. А как можно вас встретить? Вот, так вот, значит, в чем, как бы, преимущество, как бы, обучение? Во-первых, как бы, у вас есть статус, да, и вы, как бы, понимаете, чем вы занимаетесь. То есть, вы обучаетесь, там, в школе. И уже, вот, из опыта, собственно, индивидуального, как бы, художнического, могу сказать, что сложнее всего, как бы, человеку решиться на какой-то, вот, шаг такой вот, что сейчас вот я этот проект, эту задумку, я начинаю, там, стартовать, разрабатывать, выпускаю производство, ну, как бы, то есть, начинаю уже что-то конкретное делать. Здесь у вас вот эта проблема мотивации, да, которая является, наверное, ключевой в занятии творчеством, она полностью отсутствует. То есть, как бы, раз в триместр вам нужно просто, как бы, сделать задание. И сделать. И, как бы, вы их просто не думаете, вы эти мотивы делаете. Вот, значит, у вас дальше вы это сделали, зная, что вот вы замотивированы какими-то внешними обстоятельствами, как бы, переживете статусом ученика из лучших московских хард-школ, как бы, ходите, тутсуетесь, там, гордитесь и так далее. Вот, но помимо того, что вы, как бы, сделали, то есть, раз в триместр, примерно, там, два с половиной-три месяца, то есть, все обязаны это посмотреть. И это невероятное лакшери, которое дает школа. Потому что потом или то ваши работы, ну, скорее всего, хотелось бы, чтобы было не так, но просто реальные смартфильные вещи, они никому, как бы, не интересны, не нужны. А тут, как бы, компетентные мастера, которые являются, там, можно сказать, в своих, там, жанрах, там, и так далее, теоретики, искусствоведы, и мидиахудожники, и критики, да? Маст си, то, что вы сделали. И как-то об этом выразиться, да? То есть, у вас есть вот этот фидбэк гарантированный. И какая-то аудитория. Потому что отсутствие аудитории и возможности, как бы, показа компетентным людям, компетентным экспертам, это, конечно, очень фрустрирует. Вот. Но главная возможность, как бы, которая вот связана именно с творчеством, это такие, ну, немножко смешные вещи, хотя и серьезные. Вот эти опции, которые я сейчас описал. А вот то, что вы делаете, то, что вы не думаете, зачем вы это делаете. То, что у вас гарантированный держитель, гарантированный фидбэк. У вас есть доступ к телу, как бы это называется. Потому что, как бы, вы не можете, там, никому неизвестно в одном художестве. Взять и так просто встретиться, там, с каким-то там, художником известным, или, там, критиком известным, или куратором известным. Да? Здесь вы в стенах школы можете к любому человеку подойти, сказать, вот я вот такой придумал, прокомментировать ему, скажем, все, мы за этим делаем и так далее. Но и еще, что главное, творчески, то есть пока у вас вот этот статус студента, вы можете позволить себе экспериментировать. И вы вот сейчас спросите, вы нам как бы специально показываете вот такие документальные работы? Нет, не специально, вы решили сегодня показать такое, да, что вот как бы мы всем курсом делаем коллективные проекты, это важно для того, чтобы понять, что такое вообще как бы производство, потому что оно всегда в каком-то смысле коллективное. Вот, и вы можете там на одном три места где-то одно, в другом другое, да, потому что как бы задания, они не, как сказать, не являются как бы главным критерием. То есть вы можете как бы параллельно вести свою работу как художник, все это обсуждать в мастерской, на тех же правах, что как бы и типа задания, но это в кавычках задания, да, скорее, это такие проекты. Вот, и никто вас не осудит, да, вот за эти эксперименты, что вы можете от триместров к триместрам меняться, как художник, как творческая индивидуальность. Такое себе вот можно позволить только вот как бы будучи студенту, потому что когда потом уже вы делаете карьеру, как бы, конечно, как бы, сообщество от вас ждет предсказуемости и, скажем так, узнаваемости. Вот, а быть непредсказуемым и не узнаваемым, вы можете себе позволить как раз пока вы учитесь. Вот такие еще есть комментарии. То есть это как бы со всех точек зрения большой кайф учиться в какой-то моменте у нас. Особенно. Вот. Еще вопросы какие-то практические, так, критические. Ну, скорее интересует вот как бы художественный тип мышления, скажем так. Если это как бы сделано, там, недостаточно аккуратно, там, или там без знания каких-то, там, основ, там, я не знаю, чего-то там, это нормально, да. Но поскольку тоже уже есть опыт довольно большой, то я вот не могу сказать, какова вот логика связи между портфолио и тем, как проявил себя студент в дальнейшем за три года. То есть для меня это самого тайной остается, то есть ты смотришь, вот, как бы, ну, вроде такой человек должен сейчас вот начать активно работать, оказывается, там, он распадается через полгода, не может никак собраться. И наоборот, как бы, человек, от которого ничего не ждешь, вдруг начинает, как бы, дико интенсивно, как бы, мощно работать. Это реже. Вот, это реже, да. Конечно же, да, они распадаются. Вот, поэтому, понимаешь, ну, такой критерий профессионализма. Мы же понимаем, что мы вас берем учить. Если вы суперпрофессионал, чему вас учить? Да? То есть вот, например, из своего опыта я могу сказать, что переучивать сложнее, чем учить. То есть приходит человек, там, сухо, там, не знаю, телевизионный, например, и говорит, вот, я там знаю, как все, там, как помочь. Я бы вот насчет портфолио посоветовал бы концентрироваться не на технической стороне, а инвестироваться туда интеллектуально, провести время, подумать очень хорошо, что вы туда включаете, артикулировать, что это такое, на что мы смотрим, чтобы в каждой работе был какой-то текст, ну, как бы, потому что через текст тоже человек проявляется. То есть в первую очередь мы, конечно, будем смотреть на то, как вы мыслите и как вы формулируете свои мысли в тексте, в видео, в других работах, в проектах нереализованных и так далее. Это вот очень такая говорящая вещь, больше, чем ваши технические навыки. Поэтому я бы посоветовал вам провести время и вот то, что называется, give it some thought, да, вот, как бы дать этому, вот, по вас, как бы, в голове вот сложиться, чтобы у вас были ответы на эти вопросы. Что вы включаете, почему и что это такое, чтобы вы могли как-то уже начать говорить о своих работах или проектах. Потому что на собеседовании, собственно, в это все и был крест, мы с вами будем разговаривать. Будем вас спрашивать, что, вот, как вы прокомментируете то, что вы нам принесли. Да, если вы прокомментируете сайт порфолио, тогда это вот еще собеседник будет. Вот. Ну, для тех, кто нуждается в какой-то более подробной и оценки, там, того, что подавать в порфолио, или подавать в каком количестве, там, что можно, что нельзя, у нас еще запланировано, все это обычно развешивается на сайте новостях, две консультации. Вот. Перед, как бы, дедлайнами сдачи ваших порфолио. Одна будет, вот, сейчас весной, ну, то есть, вот, до... До июня. В июне, да. В июне. В июне. Вот, в июне. А вторая уже, вот, в конце августа. В конце августа. Перед, как бы, за неделю, мне кажется, там, до окончательного дедлайна. Вот. И иногда так случается, что люди приходят на улыбные консультации, и вот, как бы, особенно бывает приятно, когда человек услышал тебя на первой консультации, действительно, что-то заведует делать. Я думаю, это вполне реально. Собрать портфолио даже тому, у кого сейчас ничего нет, за оставшиеся четыре, пять месяцев, четыре. Вот. Что касается платформы. 23 августа. Вот. Это дата нашей консультации. Может, что-то еще? У меня такой вопрос. По окончанию обучения в вашей школе, с какими знаниями вообще, с каким багажем знаний ты ходишь? Если это какое-то определенное направление, там, по съемочному направлению, по написанию сценариев, либо ты заканчиваешь школу или обладаешь всем багажем? Вот. Ну, наверное, базово, ну, не всем, но, скажем, в нашей области, ну, как-то вы можете себе представить, составить представление о работе со звуком, со светом, с картинкой, с камерой, с монтажом, с пецэффектами, с тем, что называется, с продажем, то есть все это коррекции и прочее, как бы, продвинутые всякие эффекты. Во всех этих областях? Да, как бы, эти курсы есть. Ну, вот смотрите, как бы, как вот устроено обучение. Есть курсы преподавателей, которые вот именно это преподают. А есть мастерская, где вот мы сидим с Димой и занимаемся с людьми, она раз в неделю, как бы, длится весь день, как бы, только, как бы, творческие вопросы. Ну, то есть техническими тоже, как бы, на уровне комментариев, да, а вот эту всю базу, как бы, преподают вам очень-очень компетентные люди. То есть вы же можете ходить и брать себе курсы, как бы, параллельно групп, то есть если вам хочется больше в медиа, там, какую-нибудь, там, артумину узнать или что-то, вы идете, записываетесь на этот курс и ходите туда тоже. Вот. А, если по видео обитатели? Что-что? По видео обитатели, в нашей мастерской, если анализовать кино и видеоарты, наверное, обязательно. Иначе вы не сможете задать. Нет, вы ходите, вы как бы поступаете в определенную мастерскую. В данном случае это мастерская и видеоарты. Вы как бы в ней делаете задания, естественно, вы в нее ходите. что касается еще портфолио, такой просто как бы нехитрый секрет, как бы по портфолио, по видео и по работам первокурсников. Если вы посмотрите за разные годы на этом венео, ну вот вы приблизительно составите себе картину, сказать, что здесь как бы приветствуется и процветает, скажем так. Ну, то есть по работам студентов, сделанным на первом курсе и на втором. Ну, это вам скорее как даст понимание вообще вам сюда, вам не Валерий, вам не Кразбежкина, вам не Гитар, Машинка. Есть же много институций, которые занимаются видео и медиа с разных сторон. А мы лучше. Ну, это мы знаем. Можно по консультации о неверении в сервере, я как понимаю, да. А во время как? А вот на сайте там все будет. Обычно это к вечеру начинается там с шести и вот мы сидим до последнего клиента, иногда в один саду и некоторые другие преподатели в час ночи. Вы там просто приходите, записывайтесь как бы обычная процедура. Мы всем стараемся уделиться в какое-то время и содержательно пообщаться. Ну, как бы мой совет вам все-таки на первый процент приходить уже с чем-то. Не просто так сказать, вот я такой красивый и хороший. Вот. Есть еще какие-то вопросы? нет у нас вечернего отделения. вечерний это немножко другая история. Система курса. Курсы не являются альтернативой. То есть если вам нужен какой-то определенный навык, например, вы хотите научиться снимать, вам нет смысла поступать в школу, потому что здесь на том курсе вообще теоретический предмет, например. Вы идете на курс, который длится месяц и учитесь снимать и монтировать. Вам для этого не могут я хотел просто уточнить, что я думаю о какой-то приблизительных альтернативе не в плане приобретения технических знаний, а именно в плане взаимодействия в промудировании введений, воплощении в ход вечерних. Я первые годы вел эти вечерние курсы, набирал регулярно. Но вот что-то потом у меня может такая загружность и смысла я особо не имею. Потому что людей, которые на три года я лично сейчас в своем возрасте со своим опытом готов вкладывать. А люди как-то 2-3 недели месяц мне это не очень интересный. Наверное такие же у нас есть курсы кто-то ведет. А вот качеля. Такие более технические монтаж, съемка, кинопроизводство. Да, пойдемте на открытие и заодно увидите как это творчество. Семь успехов с портфолио, с поступлением и вообще творческий успех. Да, счастья. Спасибо, что пришли за здоровье. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok